Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Кат Квест, продолжаем нашу историю. Так, остановились мы в прошлый раз в Католице, и сейчас мы будем брать какое-нибудь определенное задание. На основную сюжетку я, наверное, пока идти не буду, там уж больно крупный какой-то дракон. И я сомневаюсь, что смогу его победить, поэтому нам нужно набраться силеным здесь. Тем более, у меня еще маленький уровень, всего лишь пятый. Ага, куда ты бежишь? Хе-хе, белочка, на-ка, получи. Шикарно. Так, восьмой уровень. Что у нас тут? Летучие мышки. Ах ты, смотри, бьются довольно больно. 17 хп отнимают. Но зато так же и быстро разбираются. Ладно, давайте попробуем посмотреть, что здесь. В крайнем случае, мы, наверное, здесь с вами сможем набить уровень. А может быть, даже и два. Черт подери, а может быть, мы здесь погибнем. Хе-хе. Сейчас посмотрим, как у нас здесь все это получится дело. Совсем немножко осталось нам, чтобы получить шестой. Ох ты, как вас тут много. Охраняйте сундучок. Там, наверное, очень много вкусных плюшек. Тихо. Блин, очень мало хп. Ай-яй-яй. Надо быть очень аккуратным. Хорошо, что они не атакуют. То есть, не агрессивные. А мне самому нужно подходить и бить их. И в этот момент я еще успеваю откатиться. Чтобы не попасть под удар. Ой-ой-ой. Отлично. Все. Так, а это что у нас? Оу, смотрите-ка. Какой-то тайный проходик там. А дорожки не отмечены. Видимо, там какой-то секретик. Сейчас мы с этими разберемся и сходим туда посмотрим. Ну, давай-давай-давай. Совсем немножко, и у меня будет уровень шестой. Ага. Все-все-все. Ах ты. Ребята, очень-очень мало хп у меня. Боюсь, как бы не прибили. Надо быть предельно осторожным. Все, шестой уровень полностью остановился и хп. Теперь можно и расслабиться. Давай, последняя мышка. Очищена. Это хорошо. Давайте глянем, что у нас в сундуке здесь. Открываем. И нам попадается какой-то странный... А, жилет мага второго уровня. Ну-ка, давайте приценимся. Минус 2 к защите. Но зато плюс 3 к маге. Ух, я даже не знаю. Может быть, сделаться магом? В данный момент я пока, как видите, воин. Хе, в шлеме, в доспешках с мечом. Точнее, с топориком. А что у нас тут? Сундучок. Слушайте, интересно мне знать, а где брать ключи от этих сундуков? Вот этим вопросом я задаюсь еще с самой первой серии. Но ответов пока так и не получил. Забираем монетку. Обелиск мы этот с вами читали. Так что не будем на нем заострять внимание. И можем просто здесь побегать пока по карте. Посмотреть, что к чему. Смотрите, ежики прячутся в лесу. Но не тут-то было. Мы их отбежим. Вот так вот. А в эту пещерку можно зайти? Нельзя. Видимо, по воде мы плавать не умеем. Статуя. Смотри, тут какая-то надпись. Наши боги, великие и древние, не только подарили нам речь, но и научили своему мастерству. О, интересно, а еще такие есть? Ну, конечно же, есть. Только вот какому мастерству они нас научили, это мне непонятно. Давайте кеморнем маленько. Заодно и сохранимся. И тут у нас доска. Кошачья мята на 10 уровень. Наверное, слишком рано будет брать его. Потому что мы еще маленькие. Всего лишь 6 уровень у нас. Готовые поля пробегаем. О, тихо, тихо. А здесь что у нас такое? Странный амулет. Тоже на 10 уровень. Бермудский треугольник. Оу. Ну-ка, маг, научишь меня чему-нибудь новенькому? 50 баксов надо. Коснись лечебной лапки, и ваши раны вмиг исцелятся. Изучить навык лечебная лапка за 50 золотых. Ну, конечно, он еще спрашивает меня. Такой магии у меня еще пока не было. А теперь есть. Первого уровня. Так. Значит, огнемур. Ой, подожди, я не то сделал. Подожди, надо его обратно поставить. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте вначале вот это мы поставим. На кнопочку 1. Вот так вот. И огнемур. На кнопочку 3. Вот. Вот так вот будет лучше. Ага. А следующие уже 350 золотых требуют, чтобы повысить уровень. Для меня это пока дорого. Альфа-руины. Уровня 5. Ух, давайте сюда зайдем, ребята. Ну и что же у нас тут интересного? Оу, смотрите, какие-то руки. И сундучок. А ну-ка, открывай. И нам достается непонятно что. Доспех Сквайра. Вот он даже как. Давайте посмотрим. Доспех Сквайра. Это кольчужный доспех у нас. Ага, вот он. Так, минус 3 к хп и плюс 2 к магии. Даже не знаю. Пока мы так, наверное, с вами все оставим. Что эти руки делают? Оттят. Вы смотрите-ка. Опа. Они не берутся почему-то. Моим топориком. Странно очень. А здесь у нас сундучок. Ключа нету. Слушайте, надо отсюда валить. Валить, 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 ребята. Потому что это бесполезно. Здесь уровень 10 слишком велик для нас. О, смотрите, сколько в лесу всяких тут ежиков бегает. А ну-ка. Кузница. Помочь кузнецу. Задание 5 уровня. Соглашаемся. Да ладно. Коша Латки ищет помощника себе в кузнецу. Даже псы из Канинской империи заказывают у нее оружие. Думаю, стоит попробовать заодно и сам обзаведешься. Отличной экипровкой. Смурри, вы же пришли помочь мне в кузнице. Правда, правда? Да, мастер-кошай. Чем мы можем помочь? Смотрите, я как раз работаю над совершенно новым типом брони. Но нужная мне посылка застряла в Восточном Лапске. Так что, котятки, доставите мне эту посылку. Так точно, мэм. Нам это расплюнуть. Помочь кузнецу. Ребята, у нас очередное задание. Пойдемте его делать. Так, куда это нас ведет стрелочка? Я что-то не могу понять. Так, ну этих мы пройдем по-быстренькому. Вот так вот. Мяу, на помощь, чудовище! Ух ты, сколько здесь много ежиков напало! Хе-хе! Давайте с ними разберемся сейчас. Да, конечно. Куда вам со мной тягаться, ребятушки? Ну что же, еще немножко усилий, и мы их победим. Опа, мимо! Совсем немножко осталось. Вот так. Давайте найдем посылку для коши. Да я с удовольствием. Ага. Нет, отменять мы ничего не будем. Кошина посылка. Где же она? У меня для тебя плохие новости, приятель. Мы отправили эту посылку отдельным транспортом, но с тех пор о ней ничего не слышали. Что? Смотри, тут на земле следы. Мы сможем по ним пройти. Ага. Значит, посылочку, видимо, кто-то или стырил, или же потерял. Сейчас мы это с вами узнаем. Ага, великолепно, подхилились. Опа, опа. Куда вам до меня, ребятки? Так. Что-то слишком далеко куда-то нас ведет. Это пунктирная полосочка. Альфа-руин. Следы кончаются у руин. Нужно их как следует обшарить, но сначала разогнать чудовищ внутри. Некоторые противники не могут устоять перед магией. Другие уязвимы для физических атак. В принципе, все понятно. Смотри на цвет всплывающих цифр. Да расплюнуть. Да, с первой попытки у меня, конечно, не получилось. Пришлось немножко подкачаться. Как вы видите, у меня седьмой уровень уже. И давайте разбирать вот эти вот руки. Потому что их берет только магия. Тихо-тихо. Опа. Проскочил. Опять не знаю, зачем я сюда пришел. Этот сундук, наверное, все равно мне не дадут вскрыть. Но, тем не менее, я хочу в этом убедиться лично. Да что ж такое-то, а? Вот руки, а? Крюки. Оп-оп-оп. Ай, меня все-таки поджарили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что они за мной не бегут-то? Обычно они выманиваются, а сейчас, смотрите-ка, не хотят. Мне нужно буквально немножечко манны, чтобы я смог использовать вот на эту руку и ее подбить, чтобы она мне здесь не мешалась. А для этого мне нужно кого-то побить. Давай-давай, иди сюда, Белочка. Иди. Или Лисенок, я даже не знаю, кто ты. Оп-оп-оп. Отлично. Шикарно. Теперь давайте руку добивать. Еще разок. Готово. Ну, этими займемся чуть-чуть попозже. Давайте вначале вот этих вот маленьких разбомбим. Иди сюда, иди сюда, Белочка, вот ты моя. Опа. Так, уничтожаем еще одну руку. Правда, у нас сразу-то не получится ее подбить. Нужно будет еще кого-то побомбить. А вот здесь летающие мышки у нас. Ай, попало. Опа, мимо. Отлично. Хорошо сработано. Давайте добивать руку. Еще разочек. Все, осталось последнее. Нам нужно сделать зачистку этого ущелья. Ущелье. И для этого нужно уничтожить нам вот эту руку. Опа. Я думаю, нам хватит магии сейчас с ней справиться. Пробуем. Еще ударчик. Нет. Как раз у нас для этого остается последняя мышка летающая. Ах ты, елки-палки, задела меня все-таки. Все, добиваем руку. Похоже, эти чудовища сожрали повозку со всем содержимым. Коша расстроится, конечно. Но надо ей сообщить. Вот тебе раз. Хотели как лучше, а ничего у нас не получилось. И ключика-то как раз нету к этому сундучку. Обидно мне уже это становится. Сколько мы с вами находили таких сундучков. И почему-то не можем их открыть. Ладно, пойдемте тогда мы сообщать Коши, что ее посылка... Извините меня, была съедена чудовищами. Расстроится, наверное. Ну что, как там моя посылочка? Увы, она утонула. Нет. Там же был новый сезон Дома Шуршащих Бумажек. Я его так ждала. Теперь я так и не узнаю, станет ли Хэнк. Высотулас правителем Коткограда. Прости, что мы подвели тебя. Да ладно, в любом случае вы проявили усердие и достойные награды. Доспех рыцаря третьего уровня. Если вы захотите еще помочь мне с созданием новой брони, вы знаете, где меня найти. Задание выполнено, ребята. Так, а мы можем взять еще задание? А ну-ка глянем, что нам дали. Доспех рыцаря. Минус 3 к ХП, плюс 2 к защите. Ох, я даже не знаю, ребята. Ладно, пускай у нас будет так. Если что, нам никогда не трудно это все поменять. И давайте возьмем еще задание с вами. Ученик кузнеца на 10 уровень. А давайте попробуем, да? Я, конечно, понимаю, что мы еще слабенькие для этого. Но чем не шутят? Жду не дождусь, когда мы сможем снова встретиться с Кошей. Пошли. Котятки, вы как раз вовремя. Мы всегда рады помочь, сердечко. Мне нужно доставить еще одну очень важную посылку, прежде чем я смогу продолжить работу. Отправляйтесь в магазин в католице. Клянусь своим хвостом. В этот раз все серьезно. Это очень важный груз. Ученик кузнеца задание у нас. И мы идем с вами в католицу. А он как раз вот здесь недалеко. Отличненько. Кому подходить? А к тебе, да? Тук-тук, мы приехали забрать посылку для Коши Латки. Ай, беда, беда, огорчение. В лавку ворвались бандиты и украли посылку для госпожи Латки. Да вы издеваетесь? Если это и правда были бандиты, то они наверняка прячутся в бандитской пещере. Ну вот и приехали. Опять какой-то нефарт. Пойдемте тогда, наверное, с вами сейчас в пещеру. Аррр. Да, что-то король лев нас не очень рад видеть. Нет, отменять мы пока не будем ничего. А пойдемте искать бандитов в бандитской пещере. Сохранение. Оно нам нужно. Заодно мы с вами подхилились капельку. И теперь на всех парусах бежим к пещере. Так, это у нас грот. Здесь нам не нужно ничего. Склад добычи уже прошарен. Ага, вижу я. Бандитская пещера. Она так называется. Слушайте, с этими бандитами пора кончать, мяу. Мы сотрем их с лица земли. Всех до единого. Наверняка. И вот мы с вами в бандитской пещере. Сражайтесь с чудовищами. А это кто такой? Бандит, что ли? Точно? Так, ну-ка. Слушайте, ну, если честно, то он... Такой ватненький. Он делает всего один удар. И упал. Хе-хей. Думаю, мы эту пещеру все-таки с вами пройдем без проблем. Иди-ка сюда. Опа, мимо. Он еще, к тому же, очень медленно замахивается. Так что мы успеваем отойти от этого удара. О, елки-палки, заговорился. Бывает, ребята. Так, и мы получаем с вами восьмой уровень. Что есть хорошо. Так, а здесь вдвоем они, да? Ну-ка, давайте-ка. Выманится он. Выманится. А вот теперь получи и распишись. Ай. Что-то мы даем слабину, ребята. И мне это не нравится. На худой конец у нас есть подхил. Сможем с вами вылечиться. Куда тебе со мной тягаться, ежик, а? Ну, видимо, уровень у него достаточно крепкий. Держит все-таки мой удар. Что нам дадите? Ага, смотрите-ка, посох. Четвертого уровня дает пять к магии. Но мы с вами все-таки пока еще в войны. Хотя у меня уже закрадутся такие мыслишки. А не пора ли нам переделаться в мага? Наверное, мы будем наносить достаточно хороший урон магии. Ну, я ей очень редко пользуюсь. Пока... Ай-яй-яй, тихо. Ох, тут вас слишком много. Давайте-ка вот этого бандита как-то выманим. Выманим. Иди-ка сюда. Иди-ка. А вот здесь мы с тобой будем разбираться уже. Хе-хе, не тут-то было. Кстати, у нее такой же топорик, как у меня. Точно-точно за спиной. Вот так вот, получи. И осталось у нас тут две белочки. Ну, куда? Давай сюда. Ай-яй-яй-яй, тихо. А вот теперь поговорим. Так, давайте вот сюда отойдем, чтобы у нас было место для отступления. Оно нам даже не понадобилось. Кстати, мы довольно быстро с вами набираем уровень. Практически уже половина девятого уровня набрали. За такой маленький промежуток времени. Ага, давайте еще, наверное, разочек комбинацию проведем. Будут знать, как грабить нашу кошу. Да, похоже, коши на посылке тут нет. Только бесполезные блестяшки. Эх, придется снова возвращаться ни с чем. Ну, здравствуйте. Ну, как же так? Коша, наверное, очень сильно расстроится от этого. И опять же, на этот сундучок у нас с вами нет ключа. Эх, как же это меня немножко расстраивает. Ну, как только я получил ключи, сразу все эти пещеры облазиваю. И повскрываю эти сундуки. Ладно, пойдемте опять говорить Коше, что посылки в очередной раз мы не нашли. Опять же, не по нашей причине. Прости, Коша, но и эта посылка была украдена. Нет, там же был последний эпизод настырных мертвецов. Это же мой самый любимый сериал. Теперь я никогда не узнаю, погиб Глен или нет. Прости, мы еще не готовы для таких серьезных заданий. Ничего, я переживу. Но есть и хорошие новости. Броня почти готова. Вот вам за труды, котятки мои. Ты же сказала, броня, отдаешь мне посох мага. Ну, тем не менее, девятый уровень. Получаемый девятый уровень посоха у нас получился. Так, кузнец-путешественник. О, ребята, двадцатый уровень. Нет, не пойдет так. И что же нам теперь-то делать, я даже не знаю, а? А ну-ка, давайте вот здесь глянем. Поиск мага. Задание на восьмой уровень. Слушайте, давайте-ка возьмем. Есть новости, касающие верховного мага. Жду вас у себя. Эга, вот сюда нам, значит, надо бежать. Так, давайте, ребята, глянем. Смотрите-ка. Плюс десять к маге. Вот этот посох дает. Ну, минус две к атаке оружием и минус три к хп. Хорошо. И тогда давайте что-нибудь из магической шмотки себе наденем. Смотрите-ка, а вот это вот плюс четыре к атаке дает нам. Хе-хе, так забавно выглядит. Хе-хе, а мне нравится, че? Так, а бронька, бронька, какая бронька? Я даже не знаю, может быть, хп вот так вот. Да, давайте, наверное, атака оставим. Хе-хе, все-таки он может посохом бить. Так что ничего страшного. Привет, мы узнали, что у верховного мага было применено древнее заклинание. Это заклинание заперло его магическую энергию во флягах. Что? И что нам теперь делать? Мы сделали зелье, которое вернет верховному магу его магию, если он его выпьет. Маг протягивает вам флягу с зельем. Но как это сделать, если он неизвестно где? Пока мы варили это зелье, магическая энергия продолжала стекаться в одно и то же место. Я отмечу его для тебя. Это у нас дополнительное задание поиск мага. Ну что же, давайте приступать тогда к нему. Надо кемарнуть маленько. Хе-хе. Заодно, как говорится, и сохраниться. Сохранение никогда не будет здесь лишним, поверьте мне. Ух, как далеко нас ведут. Смотрите-ка, какую-то деревушку. И что же тут? Тут никого нет. Но я вижу следы. Хорошо, пойдемте по следам тогда. Интересно, очень интересно, куда нас выведут эти следы. Мяу. Он же движется по кругу. Постоянная потеря магической энергии свела его с ума? Хе-хе. Два? Два следа, ребят. Давайте вот сюда пойдем. Ох, мои усики. Он опять идет по кругу. Он, кажется, совершенно неосознанно ходит по кругу. А мы пойдем сюда, вниз. Ох ты, склад добычи. Следы ведут в эту пещеру. Как бы живущие там чудовища его не покалечили. Нужно расправиться с чудовищами. Пятого уровня. Да, мы сейчас тут на раз-два всех закумарим. Тем более, мы здесь уже были. Кстати, монстрики обратно восстанавливаются. Вот это вот небольшой недочет. Но зато лишний опыт никогда нам не помешает. Поэтому давайте мы сейчас по-быстренькому разберем. Я надеюсь, здесь будет этот маг. Так, а то у нас какие-то все задания обломистые попадаются. Никаких целей пока еще не выполнили. Ага, вот так вот. Смотрите, сколько опыта, сколько денежек. Ну, денежек, конечно, не так много дают. Но все-таки, как говорится, с монетки по миру бедному на супчик. Ох ты, ох ты, ты куда? Вот так вот, обменялись, как говорится, суперударами магическими. Опа, ой-ой-ой. Чуть-чуть не задело. Готово. Так, хорошо, давайте забирать. Это у нас опыт, синенький опыт. Желтенький, это у нас монетки. Дверь тут, а? Ты посмотри, очень плохо. Нет, нет. Не получилось у меня, к сожалению. Ой, поджарили меня. Меня поджарили, и я буду потихоньку терять здоровье. Хотя нет, все прошло довольно быстро. Тут у нас три летающих мышки, и там я смотрю еще скарпунок. Только почему-то не красный, как обычно, а какой-то синий. Видимо, может какой-то усиленный. Сейчас мы это проверим. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй, задел все-таки меня этот мышонок. Тихо, тихо. Оп. Вот эта вот магия, в чем у нее недостаток? То, что он обьет чисто по прямой линии. Очищено. Краем глаза вы замечаете кота городского вида, выходящего из пещеры. Ага. За ним. Так, погоди, котик, за ним. Дай-ка я вначале тут все соберу. А вот теперь можем выходить. Вон он стоит. Верховный маг. Кис-кис. А он почему-то молчит. Он не отвечает. Скорее, дай ему зелье. Вы помогаете коту выпить зелье. Ух ты. Ты, ты спас меня. Спасибо. Мы пришли сюда, чтобы спасти короля. Ты знаешь, что с ним случилось? В католице появился белый кот и проклял короля. Я пытался его остановить, но странным образом лишился магии. Как нам снять проклятие? Я найду способ. Мои ученики свяжутся с тобой, а пока прими это в знак благодарности. Посох мага 13 уровня стал. Вот это шикандос. Хм, мяу. Тут все мауги выглядят одинаково. Ну ладно. Десятый левел у нас. Хо-хоу. Растем как на дрожжах. А что же мне теперь-то делать, а? Я 10 уровня. Как они со мной, интересно, свяжутся, если я буду бегать везде здесь. Духи. На 12 уровне, ребята. Давайте принимать это задание. Мы нашли способ снять проклятие с короля. Так, это значит, я сейчас, наверное, скорее всего, опять побегу к магу. Да, так и есть. Что, твои мауга-котята нашли способ? Да, это проклятие питает сферы духов. Так что, если мы уничтожим эти сферы, проклятие потеряет силу. Ясно, понятно. Мы это сделаем. Духи. Дополнительное задание. И нам нужно идти куда-то наверх, но мы вначале поспим и сохранимся. Отлично. Теперь нам ничто не грозит и ничего не страшно. Эй, ёжики, привет и пока. Ох, как далеко у нас. Ага, смотрите, опять в какую-то деревушку мы бежим. Хм, мы где-то недалеко от первой сферы. Ага, так. Ого, что, сфера сейчас появится? Оу, это не сфера. А почему она на спине чудовища? Тоже мне интересно это знать. Оу, ребята, вы смотрите, это враг. И я даже не знаю, что он делает, но он за мной охотится. Причем довольно быстро. Ого, и довольно крепкий. Оу, это шипы. Понятно. Ёлки-палки. Ой, лишь бы одолеть его, а. Смотрите, что происходит. Не то я сделал, конечно. Так, ладно, давайте его разбомбим сейчас. Хе-хе-хе, надеюсь у нас получится. Пока вроде бы неплохо все идет. Осталось совсем чуть-чуть. Че-то я не успел прочитать там. Слишком быстро нажал. Ну, я-то понимаю, что сферу мы разбили. Мур, осталась всего одна сфера. Ясненько, все-таки мы победили. Победили и разбили одну сферу. Наверное, вторую сферу будет охранять такой же монстр. Давайте сейчас мы в этом убедимся. Нет, смотрите, мохнатая пещера. Следующая сфера в той пещере. Слушай сюда. Чтобы сломать эту сферу, нам сперва нужно зачистить всю пещеру. Да это понятно. Ой, 15 уровня. Ого-го, охо-хо-хошеньки. И руки здесь. Ой, получится. Слушайте, а давайте мы с вами будем не вот эту магию применять, а, пожалуй, огненную. У нас же есть огонь, который вокруг нас образуется. И я думаю, что если мы будем жарить именно... Ой, зря я так сделал. Больше не хватит? А, нет, хватает. Вы смотрите, я так и думал, что эта магия в разы лучше, чем молния. Давайте-ка мы, наверное, вот одного лисенка убьем, чтобы у нас накопилась магия. И продолжим бомбить эти руки. Ох, какие же они уже крепкие прошли, эти враги. Так, давайте-ка сделаем. Вот так вот. Да, в разы, в разы, конечно, лучше. Давайте сразу же две руки эти зажарим. Пускай они тут горят. Как раз к нам тут... Я все-таки не могу понять, кто это такой. Ну, это не похоже на белочку. Это какой-то... Как я не знаю, барашек, что ли. В общем, будем их называть просто монстрики. Вот так. Ну, давай, рука, успокойся уже. Пора тебе. Отлично. Давай-давай, иди сюда, иди сюда. А ну-ка, на тебя. Да. А вот на этих монстриков моя магия очень плохо действует. Так что их лучше бить посохом. Куда тебе со мной тягаться, а? Ну, что ты? А вон, кстати, и монстрик этот, у которого на голове нужная нам сфера. Нам в любом случае придется его разбить. Но для этого вот так вот сделаем. Будем вот по этому пути идти. Потому что он сказал, что нам нужно уничтожить здесь всех монстриков. Так и будем с вами делать. Отлично. Так, нет, все-таки вот эти похожи на белочек. А может быть на лисичек. А синие больше похожи на барашков. Но у меня больше никаких ассоциаций почему-то в голову не приходит. Но не похожи они на монстров, понимаете? Довольно милые просто. Сами же видите. Ага, все. Ух ты! Одиннадцатый уровень я получил. Да, действительно, растем, растем и еще раз растем. Так, подбили. Тихо, тихо, тихо. Хотела меня уже зажарить. До хрустящей корочки. Но не успела. Так, давай, давай, используй. Теперь моя очередь. Откатываемся. И добиваем. Все, и остался у нас лишь только монстрик здесь. Давайте его зажарим. Да, он получает урон, но как-то не особо это чувствуется по нем. А вот какой он урон наносит мне, я очень хорошо замечаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот эти вот шипы, которые меня причем скидывают. Я не могу ничего сделать в этот момент. Ну, хорош. Вы видите, как сфера раскалывается и исчезает. Хм, со сферами покончено. Но что-то тут не так. Давай выйдем наружу и посмотрим, что изменилось. Ага, опять какой-то подвох. Что нам дадут на этот раз? Доспех сквайра. Слушайте, уже какой-то усиленный. Где же он? Кольчужный доспех, шлем рыцаря. Причем дают 6 к броне. А доспех рыцаря всего лишь 2 к броне, но минус 3 к хп. А вот и сквайра. 5 к броне, 7 к магии. Так и будет у нас. На том и порешили. Теперь давайте отсюда выбираться и смотреть снаружи, что у нас там изменилось. Оп, 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 оп. Как он бежит на мило, а? Ух ты. Верховный маг, проклятие не снято. Похоже, последняя сфера духов заключена внутри короля. Что? Мы же не можем взять и уничтожить короля. Мне придется вытянуть сферу наружу и уничтожить ее. Я скажу, как буду готов. И мы спасем короля вместе. 12 уровень. Ребята, поздравляю нас. Ага. Кузница Кошелатки. Кузница Кошелатки. Давайте-ка посмотрим. Да, я хочу испытать свою удачу. А что ты мне предложишь? Ого. Какой хороший топор сквайра. Так, давайте еще, наверное, мы с вами купим. Потому что за 5000 нам, естественно, не купить. У нас таких деньжек нету. И? Дают нам шлем рыцаря уже пятого уровня. Давайте-ка еще разочек. Я хочу что-нибудь такое полезное. И новое. Мечик дали нам. Кованый клинок. А на этот раз ты что мне дашь? Ух ты. Кольчужный шлем. Я, наверное, здесь сейчас все деньги так и оставлю. Но не подведи. Так, это что за мантия? Мантия белого мага. Так, все, ребята, хватит нам здесь испытывать удачу. Что-то не везет нам. Топор сквайра дает 1 к атаке и минус 13 к магии. Как-то не айс. Плюс 10 к броне вот этот шлем дает. Минус 4 к атаке. Ага. Тут есть как бы и баланс, и небаланс. Мы пока, наверное, с вами вот так вот оставим эту экипировку. Ой, погодите-ка. Куда это мы сейчас? Погоди, ты уверен? Я знаю, что ты уже убил одного дракона. Но это совсем другое дело. Нам надо подкопить силы. Много сил. Самый быстрый способ стать сильнее выполнять задание. Ой-ой-ой-ой, это кто там так кричит? Ох, ничего себе дракон с мечом. И тут вокруг него очень много маленьких драконов. Я думаю, что котенок прав. Мяу, ты же тот довокот, да? Ну да. Да будет тебе известно, что лучшая добыча добывается в пещерах и подземельях. Спасибо тебе за информацию. Я, в принципе, ее и так знал. Здесь у нас ничего нету, по-моему, да, ребята? Задания нету никакого? Да, задания нет почему-то. И деревушка пустует. А где же все жители? Хм, наверное, нам предстоит еще их спасти. Два пика. А вот здесь есть задание, смотрите. Кошачья мята называется. Как раз на мой уровень. Ну, чуть-чуть послабее. Как-то странно, город совершенно пустой. Но доска заданий еще работает. Умоляю, моя сестра так больна. Помогите кто-нибудь. Давай, пошли посмотрим, что надо местным жителям. Ты смотри-ка. О, приключенцы. Вы здесь по заданию? Ну, вообще-то да. Умоляю, моя сестра-близнец очень больна. Я не знаю, что делать. Не бойся, добрый кот. Мы пришли помочь. Кошачья мята. Найдите немного кошачьей мяты. Она лечит любые болезни. Это я точно знаю. Я знаю, что мята растет в горах к востоку отсюда. Поспешите. Я не знаю, сколько она еще протянет. Ну что же, ребята. Вот у нас и задание. Кошачья мята. И давайте направляться именно туда, куда нам показывают. На восток. Эй, дружище, не догоните меня. Смотрите, наверху опять это чудище там лазит. Ой, а что это здесь? Хм, кажется, это нужно место. Но где же кошачья мята? Ох, это засада. Когти к бою. Ого, сколько вас тут. Ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут еще и дракончики. Только их мне не хватало. Ой. Ты смотри, как больно бьют. Ой, не знаю, справлюсь я с ними здесь. Ага, есть один. Второй тоже есть. Блин, мне вот эти дракончики немножко смущают, которые там летают. Ага, ёжики, привет. И пока. Ох ты, задели все-таки. Все, готовы. Ну и где же мята? О нет. Чудовище вытоптали всю кошачью мяту. Делать нечего, надо вернуться и придумать что-то еще. Да что ж такое, что же за все задания-то какие-то у нас обломистые. Давайте подхилимся. Еще ничего толком не можем сделать. Все время у нас какие-то неудачи. Преследуют. Да, немножко даже странно. Держитесь подальше от двух городов. Это последнее предупреждение. Что за... А кто это вообще такой был? Какой-то маг. Дверь со скрипом распакивается, открывая длинный заброшенный дом. Что? Куда все подевались? Да, уж такое нам и в голову прийти не могло. Если время есть, стоит проверить другую сторону города. Задание выполнено. Да что ж действительно здесь творится, а? Неудача за неудачей. Городских куда-то похищают или они исчезают. И задание за заданием у нас почему-то проваливается. Ага, смотрите-ка, что здесь? Странный амулет. Десятого уровня задания. Вы взяли с доски странный амулет. Бермудский треугольник. Эй, селяне, что это за амулет? А в ответ тишина. Они нас игнорируют? На них что, чары наложили? Эй! Молчок. Хм, дай посмотреть. С мури летает вокруг амулета. Я вижу магический след. Он приведет нас к заклинателю. Странный амулет. Мы получили с вами задание, даже сами того не зная. Ух ты, а я вижу здесь магическую башню. Давайте зайдем посмотрим. Что тут у нас? Ага. За 350. Золото делает тебя сильнее. Повысит навык лечебная лапка? Конечно, повысит. И какой уровень дашь? Уровень 2. Значит, мы должны хилиться теперь намного лучше. Так, а если мы с вами не вот этот, а вот это? Огнемур повысить за 100? Конечно, давай. Кстати, причем второй уровень, да, стоит дешевле, чем под хил. И денежек у нас больше нету. Хорошо. Ну, а на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать свою серию. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok